Жерех Аккуратно Здравствуйте, знакомьтесь, Юра и Дмитрий Иванович Папа Фиш Здрасте Молочный брат или Митько По комплексии Подписчик наш Мы угощаем рыжиками Папа Фиш ехал, конечно, не к нам на хутор А проезжал в Брест по своим делам И заодно уже к нам заехал Я так понимаю, что сейчас благословит нас на рыбалку Хорошую Точно Ой, зря Зря, да? Ну ладно, нет Но в любом случае осень Наверное, будет уже, наверное, легче брать Не будет, правда, плюс 6 ночью Наверное, как бы уже будет вялая рыбалка Но надо съездить Там только рыбалка сама началась Да? Завтра А сколько бочек берет с собой? Взять должно больше Ну, если что, звоним Мы будем вывозить эти бочки до сюда Я уже дорогу знаю Да, потому что реально Рыбалка началась Клюет там Юра Дима, все Мы с Юрой только что чай пили А на мелкотеле на глубине? Везде Везде, да Везде Ну, мы просто были там неделю назад Да? Да Ну, летим, значит Ну, пробуйте, рыжики Нам подписчики сказали пожарить на сливочном масле Вот, мы сами никогда в жизни не жарили Ну, грибы любят масло Да? Рыжики, это вообще мои любимые Грибочки А у вас в городе тоже растут они, да? Да Ну, их очень сложно найти Но Надо места знать Они не везде растут Да, мы знаем одно место Поэтому мы туда каждый год ездим Валя очень вкусная Да? У нас здесь в России Золотые руки, да? Я не знаю Все Диму хвалят, Валя Золотые руки Да, похвалите меня Уже похвалите А что Диму еще хвалит? Дима кто? Дима вообще никто Ну, как это? Режиссер? Я первую на фото Единственное Да? Ну, вкусно Ну, мы только соленые всегда ели Ну, очень вкусно, на самом деле Очень вкусно А мы жарили всегда их наоборот Сырыми Тоже очень вкусно Ну, яйцо Это вымочили в соль Они жали, наверное, в соль уже неделю А я думаю, мы сейчас уедем на неделю Что? Надо что-то с ними сделать Много что на рассказывали Как готовить другие рецепты Все попробуем Уже нету их Надо за ними ехать Прием с рыбалкой Поедем за рыжиками Ну, вот такая вот сложная Блогерская жизнь Ну, если честно, да Вы как стахановцы Как у мартеновской печи Ты готов на рыбалку? Да Все Выдержим пять дней Когда ночью будет плюс три Ну, бежим Ну, будет плюс три? Вначале будет плюс три, плюс шесть Валя, ты едешь? Валя, единственный раз в жизни Не хочет ехать на рыбалку Ну, как? Она такая говорит Может, я дома стараюсь Я говорю, Валя Ну, как? Как я без тебя? Как я вообще без нее? Человеки вместе ищем И дальше все дальше продолжаем вместе Если бы не Юра Если бы не Юра Вот Юра уже взял отпуск Попроси, что перебиваю опять Я люблю поперебивать Моешь право, да? Юра просто еще две недели назад Он отпуск за свой счет взял То мы посвали в последний момент Сказали, ай, не поедем Холодно А вот Юра взял Поэтому мы уже едем Из-за тебя ели Из-за тебя Мне будет холодно Гродненских трогаешь? По-любому трогает По-любому? Все, белка Сейчас посмотрим Глянь, ты мой Я интереса никакого не представить Пока, пока Она посмотрит так Карманы хоть Она сейчас всех обнюхает Сейчас посмотрим Так, в карманах ничего нету Пойду зачитать их бить Белка Димас, может она католиков не трогает? Все-таки мы их Я не знаю Или ты не ее весовая категория Пока Пока Она может сзади догнать У нас было ужас Глубка, все Все Не пугайся Не пугайся Все Дыбится, видишь? Дыбится Ай, ты красавица Звезда Ютуба Не будет она меня подать Не будешь? Не будешь Смотри, видишь, она как кошка Слышишь, как кошка Ну посмотри, какая грива у нее Она сейчас надулась А это потому, что ты ко мне подошла Ой, укусила меня за часы Ты зачем меня укусила? Все, все, начинай Точно Делка Прекрати Прекрати Все, это не свой Не свой Видишь, как она понимает, что не свой Пошли, показывай Ну, слушай, все Задом нельзя Поворачиваться Надо контролить Гоги Гоги мне один раз так под зад дал Это пугало меня как Слушай, я хокотал Как высота Гоги за вами гонялся Белка, не пугай, ну Слушай, как я испугался Я вообще Секунда И лицо Гоги Гоги Слушай, ну, конечно, имена эти ваши Такая Ну, вообще у вас тут сказка, если честно Да Да, вот смотришь видео Оно, конечно, все классно Но по-настоящему Тут у вас, ну, просто сказка Вот, честное слово Честное слово Привет Дело, что Юра туда приселился уже, ну Никому не расскажет Пол Кобрина сейчас приедет, ну Все захотят сюда ездить Все грибники приезжают Я говорю Вы куда ездили? Да, говорит, вы, говорит, снялись столько лисичек А где они? Мы, говорит, не можем ваше место найти Я говорю, все, грибники Мы все выбрали Давай не наросли Ездят тут мои места ищут Прикольно Вокруг здесь везде уже эти грибники А ты в следующий раз Вокруг хутора поедешь Как будто долго ездишь Поехали за грибами куда-то далеко Белка, блин, перестань Не страшно Я так не боялся, когда Наташа рожала дочку Нам в один пацан приехал Это тебе к лицу к лицу А он тоже так оборачивается Циска в рту Так, я молоко не ем Она так обходит, обгоняет Некрасиво, я гость Вам жалко, как было голубя? Что? Ну да Кто-то споймал и сюда притащил Ну да Мне жалко того голубя Как я этими кошками боролся На следующий день сразу позвонил ветеринару Надо кошку стерилизовать Ну так Дику сразу варьер построили Кошек сразу стерилизовали Бо вреден Больше бенгальчат уже не хотите, да? Не, вот Андрею Вальному брату бенгальского кота Дали, то Говорит, с места на шкаф запрыгивает Просто он там еще маленький Они дикие Дикие коты Белочка Ну эти как птеродактиль Ну Птеродактиль А кстати, на видео меньше кажется? Абсолютно меньше Так страшные все Ну Эти машины не летят Я говорю, я не поеду Это хорошо, что вы на берегу Стояли машину еще Прекрати, жирать мои руки, прекрати Ну конечно красивая Ну да, такая прохода не даст Хозяйка Она подходит, нюхает Если запах не тот, все Понятно, что не мы У меня нормальные духи Все готовились Где Мэнтос? Где Мэнтос? Не подготовился, да? Мы один раз, короче, приехали к нам Запоросятам Мы тоже приехали Все, говорю, пошли ловить Мы со взрослыми пошли ловить Выходим, короче Малой рвет Мальчик остался на улице Вы мне, говорит, оставили О, этого малого Она его так дубасила Ответилила Ну то есть она же не разбирается Взрослый, не взрослый Взрослый, маленький, да Ну, это тебе, ладно А там, прикинь, ты остался малой Остался один на него казан нападает Дима, если еще Гоги вырастет больше Я тогда Я видел, как он за вами гонялся Это было А что потом, когда целенок этот вырастет? Мы уже там, что-то не надо Максиная, говорила Просто он не тоже вырастет Он вырастет Уверенность появится Он, знаешь, мужик становится Да, раньше был подростком Раньше не кидался на Боялся Сейчас убирал Слушай, мы веселые Сейчас будет бегать за вами Ой, Наташа Я как будто белка Белочка Да, я подарю подарок Диме с Валей Можно пофоткаться За вашей машиной? Кому? Мелко? Конечно, можно Спасибо Так а что, ты мне грош И это самое Не даешь на машину? Я что, зря ее привез? Ты же вроде себе Хотел взять ее Подожди, Дима Мы по-другому договаривались Я думал, это пикап Как пикап? Ну хочешь, я сделаю пикап Это просто тебе покушать А мы начнем делать еще такие чипсы Рыбные Ну давай, откроем Кто их должен есть? Ты их должен кушать Это для человека Не рыба Не рыба Не рыба Это именно уже Рыбные чипсы Да На самом деле в Беларуси Никакого пока не делают такого Сейчас, извините А у вас Белка Сейчас моя очередь есть Покажи Точно, чипсина Ну как? Ну что скажешь? Как вот эта вот дорогая рыба Соломка сушеная Вот один вкус Здесь никаких добавок Валечка возьмет А с чего она сделана? Это исключительно рыба Икра И мясо Точно икра чувствуется Да Это все дегидрируется То есть здесь никаких добавок Чистый белок Вот для похудания Для поддержания формы Вот ты на этом Когда ты малого переплюнешь На перекладине Смотри С удовольствием Сейчас такая белка Окунь Валечка Это тебе чисто Символически Такой подарочек Тебе дарят много украшений А это будет Спасибо большое Куда складывать Спасибо большое Доставай А вот такая сумочка Ах ты коса Я так и знал А зари белка Давай булька Тебе защищать Вот такая косметичка Валька О, спасибо Да, можно украшения Слышишь, ну чипсы такие А ты говоришь Ну тут написано Да, 100% натуральный продукт 100% белок Но наверное больше люди будут под пиво брать Нет? Ну мы его и под вино берем И под самогон заходит Но очень вкусно Они не очень сильно соленые Они вкусные, прикольные Такая не полезная Это же не то что химия О, тут еще другой вид есть Их, да Там несколько видов Вот такой вот, как соломка А это из лосося Исключительно Лососевая такая палка Да, исключительно Чтоб на машину не залазил Смотри, видишь Рыба морская соленая Поэтому соли сильно не добавляли И так здесь достаточно консервантов Ну это так Вам попробовать от души Спасибо Так а что Ты не забираешь машину Зря гнал 300 километров ехали Я еще вот собираю денег Я куплю гараж Вот там вот где-нибудь На асфальте Чтоб уже не доезжать Дима, ну дай хоть просто Тогда денег Если не берешь Хоть чуть-чуть дай А что-то я тебе гроши Ну Ладно Дурака мы, конечно, валяем Да Дувайте Смела, не пробуйте Только к машине не подходите Все, Белочка Ну, ребят На самом деле Было очень приятно познакомиться Нам тоже День бомбический Как всегда у вас Если честно Ну У добрых людей Всегда все так По-доброму По-душевному Не пожалели вообще Что мимо заскочили Да Только знаешь Что одно плохо Придется ездить и ездить Юра Мы твои конкуренты Теперь Будем сюда Нам надо с тобой Теперь написать График Созвониться Когда ты Когда мы Будем чередоваться Кто будет жить на хуторе Жить Жить Не буду целовать Я на тебя Сейчас сама поцелует Все Поспехали Все Хороших вам Больших Больших Трофеев Как прошло Все Ага Хорошо Спасибо Все, счастливо Доехать Так Друзья Все Собираемся На сборы У нас каждый раз Уходит Если стать Полдня То соврем Вот Друзья Кто-нибудь Любит еще Белку Вот Подскажите Вы любите Белку Что она Тут Сделала Это Белка Наелись Она еще Ждет Взял С собой Помидорчиков Перчиков Не Перчики Нормально Все Но она Не успела До них Дойти Белка У тебя Какая-то Отрышка И какая-то Помидора В среду Это Случайно Не ты Сделала Ей уже Не хочется Я тебе Дом Уже Любимица Ютуба Ну то что же На земле Валяется Все же Невкусно На полу Наверное Валентина Спорткар Действительно Нам не подходит Кто написал Можно Спорткар Но надо Огромный Огромный Прицеп Сзади Валь Ну все Мы уже Хотели Уезжать С тобой Да Чуть Не случилось Горе Ты просто Не смотри Что мы Забыли Зашел Я в Мастерскую Обглядываю Обглядываю Думаю Так Топор Взял Фонарики Взял Обсматриваю Обсматриваю Вот из-за этих удочек И из-за квока Только была И организованная Третья рыбалка Только вот Благодаря им Мы едем Благодаря вот этим Которые весь Рыбу достанут На 90 килограмм И мы их забыли Уже все Уже садились в машину Да Собраться на рыбалку Это Не знаю Сутки нужно складывать Сутки Сутки Вчера полдня ездили в город Это все собирали Сейчас Ужасно Челка Тебя закрыл один вечер Выходи Челка Иди сюда Челка Все балдеют На солнышке Все балдеют Все балдеют Так себя ведут наезженные животные. Легли, пузо отвалили. Мы их по максимуму похормили перед отъездом. И сейчас, конечно, надо еще воды им побольше оставить. Но у них есть пруд в распоряжении. Но все равно мы их возле колодца поим их постоянно. Ну что, вспоминай, что еще забыли? Что не взяли? Все, едем мы. За нами едет Юра. Субтитры добавил DimaTorzok Очень часто здесь ездят на лошадях. Очень часто. Одна лошадь, вторая лошадь. Вообще, как отъехали от Бреста 300 километров, кажется, в какую-то другую страну приехали. Мне кажется, я как к бабушке попалась. Да, велосипеды, лошади, мотоблоги, трактора. Да, интересно? Друзья, только что приехали, а место уже занято наше. Мы сказали, что завтра к обеду только уедут. Ну, тогда, Петов, пока разложимся. Все здесь, это станет, потому что, видите, уже стоит джип. Так, поэтому сейчас пока покушаем, разложимся, уже закидываем, закинем аж завтра. Или, может, я сейчас, ну, сейчас посмотрим, может, там полностью весь берег, весь пляж занят. Немножко, немножко, чуть-чуть расстроились, друзья. Да? Да. Может, Валюша, хорошо, что занято. Мы сейчас не спеша зато достанете, как в прошлый раз бежали. Ну, да. Кстати, мусор обычно на берегу мы собирали, вот мешок для мусора. Сюда повесим, будем собирать сюда мусор свой. Сейчас, перекусим медленно, да? Да. Застелим свои постели. О, столик накрыла Валентина. А я пока постель. Ну, как постель, получается... Слышь, Юра, посмотри, вот этот матрас ложился нам в палатку полностью, а здесь не влазит. Ты видишь, палатка, наверное, 2х2, а тут уже. Ну. Ну-ка. Да, уже, уже. Но теплее будет. Да? Никуда не убегу, ходит тебя. Наконец-то. Я же тебя специально слим на рыбалку за 300 километров везу, чтобы никуда не делась. Теперь уже точно наверняка ты моя. То есть, а с хутора может куда-то деться, да? Кого-то клюет. Короче, подушки, одеяло, ляжем одеты, и если будет холодно, то залезем еще в спальники. Хоть все не обещают на улице ночью плюс 3, я думаю, мы не замерзли. Еще будем зажигание включать, если будет холодно, да? Угу. Я думаю, не замерзли. Короче, встретили мы наших подписчиков. Или не подписчиков. Ты нас 5 раз видел на YouTube или реально видел, или подписан? Подписан. Подписан, по-моему. Спасибо, спасибо. Но все равно, я к тебе, знаешь, вот сейчас такое двоякое чувство. Знаешь, вот как в этой конфесне. Ненавижу, если залез. Люблю и ненавижу. Давай вместе покушаем. Ненавижу завтра, буду любить. Все, давай здесь за рыбалку. У вас, чтобы все не ночью наловилось, а мы уже завтра начнем тоже, ну вот, поймаем, да? Будем надеяться на лучшее. Ну, сейчас только начнется, вот сейчас вот вечерком начнется. Оно клюет только утром. Дима заказал, Дима заказал. Днем вообще не клюет. Днем вообще не клюет. Ухи можно наварить. Вот там вот Юрина лодка. А вот это наша. Эта лодка у нас уже, наверное, лет 5. Ну, зрители ее первый раз видят. Потому что, ну, первый год, когда купили хутор, у нас было много работы. Мы реально ни разу на рыбалку и не съездили. Второй год, конечно, уже чаще. Это наше хобби, занятие. Пока наше место занято, вот реально попробую поквочить. Хотя уже поздно. Квочить надо было до 6 часов. А уже 6 часов, пока выйду, то будет 7. Ну, хоть потренируюсь кок держать, да? Сейчас скачаем. Скачаем нашу лодочку. Барка, да, это на Украину специально ездил, за ней покупал. Она, Юр, видишь, транит здесь навесной. У тебя тоже можно мотор цеплять. Можно, но только электро желательно. Ну, да, такая. Она не очень сильно переводит. Но мотора у меня нет. Может, когда-нибудь я куплю. Сейчас нас Илья Медько смотрит и опять напишет. Опять, Дима, колхозный стиль свой надел. Носки на шлепки. Ну, похода такая. Шлепки на носки. Вот, друзья, мой квок. Смотрите, друзья. Думаете, он только дубовые столы сделает? Юра, покажи. Это Юра сам сделал квок. Сам самодельный квок. И мы пробовали на саженке. Он, мне кажется, даже иногда и лучше. Кидай его тоже в лодку. Я буду и одним, и вторым пробовать, какой мне больше понравится. Ну, сам сделал дуб из дуба. Крутяк. Сейчас попробуем. Ну, как рыбалка, Юрий. Мы же только приехали. В общем, первый день – ноль. Ноль. Ни одной рыбы мы сегодня не видели. Ну, конечно, тут у людей на берегу есть. У нас ноль. Не падаем духом. Грязь по речке текет. Такая, что удочку закидываешь на вся в грязи. Не знаю, как мы плывем. Не падаем. А мы не ради рыбалки, да? Мы же только приехали. Освободится место. Станем, как нам хочется. А еще холодно. Что-то мне в трех штанах, в двух штанах и в трех кофтах холодно. Более-менее нормально. Юра, рыбалка вообще. Не рыбалка. Мы же только приехали. Поехали домой уже. Даже не проси. Я, наверное, вырвался из плена. Все, друзья, ночью уехали. Нам чуть-чуть место освободили. Юра уже подлещика поймал. Что, дела пойдут? Ну, я думаю, да. Начинают покровывать. Думаю, только закинули. Друзья, как только садишься пить чай, сразу клев. У Димы всегда такие испуганные глаза, как будто там тянет мамонта. Мне показалось, что мамонтенит, что я не могу, он не может показаться. Сейчас будет за такая козявка. Может лечь? А не, что-то есть. Что-то мелкое за него ходит. Лицо, лицо. 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 Ну, будешь. Не надевайся, думаешь, килограммовое. Лицо какое. Так ты затяни у тебя этот. Так тяжелое что-то. У тебя оно больше отпускается, чем ты к себе тянешь. Не, я его тяну тоже. Но слабо, да? Ну, минимум килограмм. Я тебе говорю, иди подсеком уже. Иди подсекай. Давай, мою здоровую рыбу. Подсекай. Это же первая крупная рыба до сегодня. А ты что это? Соник. Соник. Выпускаем. Ну, друзья. Самое главное получить кайф, пока ты ее не видишь. Понимаешь? Сюда я выпущу говняшку эту, блин. Я прикинь он еще так сильно расслабил. Думал, что там сопротивление идет конкретное. Ну, и по лицу у тебя было видно. Да, сюда, козявка. Плыви, красавчик, плыви. Ты там передавай всем привет на дне. А мы чай пить. И позови их сюда, скажи, мы их здесь ждем. Юра, давай прогнозы на рыбалку дадим. Мне кажется, будет нормально. Ну, пока что все мрачно. Чего? Этот мужик за сутки ничего не поймал. Эти мужики за сутки ничего не поймали. Завласил? А мы поймаем. Мы уже поймали одного. Но зато получил удовольствие, получил. Когда мы просто у нас приезжали, в палатке спали, слышно было, как сом, ночью. Бу, бу, додо, хостом. Сегодня за ночью на удара не было. Холодно. Плюс три ночью. Но все равно, он есть хочет. Валя, что там тянешь? Я сама не знаю. А тяжелое что-то? Вообще тяжелое. Тихо, только не пугайте рыбу. А ну, не изнутри. Видишь, как катушка? Буська, можешь дать мне? Да. Даш? Нет. Не дашь? Я хочу сама. Ну, пусть, дай мне большую рыбу вытянуть. Не могу тянуть дальше. Ну, ничего, он думает. Вообще, он смущается. Он думает, что ты его мучаешь. Слышь, так тут у тебя... Катушка еще такая. Катушка вообще поломана. Я боюсь, чтобы она вообще не отломалась. Буська, это сазан. Сазан, да. Сам бы тебе не дал бы крытую курнуть даже. Вообще, я не могу. Буська, выйди с воды, не пугай рыбу. А далеко от воды? Нет, далеко. А, ты он на себе... Ух ты, ничего себе. Он не дает. Буська, а что там? Я не знаю. Только поклевка была такая славенькая. Славенькая, сазан мой. Ну, твой. Я уже устала. Так еще катушка такая, почему они... Это самая-самая плохая катушка среди всех. Она даже плохо крутится, когда ничего не тянешь. Ну, не на улицу, я буду... Говорит... Ух ты! Так, ну, не даже не давать подтянуть. Все, уже куда-то завел, да, Валь? Не, может, не взял. Что вы там делаете? Так, ну, вообще-то... Мотай, мотай, мотай. Не давай слабинон. Не давай слабинон, сейчас плывет в кусты. Ну, как всегда, килограмм. Это просто я... Не, больше. О, больше, большой-большой, зараза. Два как минимум. Что интересно? Соник. Опять на выпуск. Ёбарь, да что такое? Чё ты клюешь вообще? Килограмовый. Ну, вот такой килограмовый. Отпускаю. Отпускаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы считай утро отрыбачили, уже обед Только на уху наловили Сейчас берем мотор и немножко покатаемся Здесь поузнаем глубины, в районе здесь недалеко не поедем Покидаем на спиннинг Может хоть так что-нибудь поймаем Остается одна Варить уху на берегу Почистили рыбу Такой сомик Как раз 70 сантиметров был Ну и королевская уха там и у нас И плотвичка, и уклейка, и подлящик Короче рыба Уха будет из 7 видов рыб Гальтина Ты остаешься одна на все удочки И на уху И на уху еще, да В общем я незаменимая везде, да? Везде Давай через 2 часика мы приедем назад Мы далеко не поедем Удачи вам Спасибо У Юры в лодке порядок, порядок Я даже разут и зашел Так Глубина всего лишь 1,4 метра 1,5 Юр, давай, давай, клюет Друзья, у нас мелкие-мелкие клюют Оп, но они клюют Да, да кормушка, наверное, тяжелая, не? Кормушки у тебя 70 грамм, наверное Не, у вас 2 грамм И не особо мелкая Юра, Юра, Юра Смотри-ка, но не особо, но не особо, не особо Что там, что там, что там Козявка Плотва Здесь плотва, очень редкая рыба Это плотва Мы за те последние 2 поездки Мы ни разу плотву вообще не ловили Только подлящики Плотва сопротивляется, да? Пошли уху есть Юра Тебе что, голову? У меня голову, да И себе сомико лажи А уже уклейки эти Лотвички Это уже так чисто Ну, мы, короче, покатались По речке Ну, мы особо не троллили Мы посмотрели Какие тут места еще хорошие есть На самом деле, наше место самое крутое 7 метров А там мы ездили везде 5, 6, 5, 6 метров глубины У нас самое-самое глубокое место Поэтому у нас рыбу больше Ну, может, завтра поедем еще потроллим немножко Ну, есть красивые пляжи, Валя Просто есть красивые и красивее, чем у нас Там просто пляж, пляж, пляж И там так далеко люди Ну, там очень мелко, да Нормально Сюда люди подъезжают на машинах А там нету подъезда Если на лодке приехать и выгрузиться На 5 дней Ну, и 5 дней там тусоваться Там вообще класс Там очень дикие-дикие места И до сюда еще доезжают люди на машинах Там есть, да, Юр? Ну, так давай туда будем ездить На, да Туда только видишь Если не участвовать Летом, да Когда палатки будут Палатка переехал туда Ну Тусуйся Это Юра уже в следующем году Возьмет в августе он О, опять льет Спорим, будет на пол ладошки Ну, вот такая козявочка будет Тебе уже, может, наверное, там Козявка? Тебе вообще ничего нет Выворачиваются судаки О, нормальный Подлещик Рыбалка ерунда Но уха, кажется, зато обалденная, да? Так, он начал квощики Клевало Уже его заберегать А, тяни его Я шо, нет, или нет? А, то выпускай Рыбалка ерунда 5 пускай не получается к watch а юры мелкие сомики входят в экстаз и клюют я им аппетит пробуждаю клюет у юра не у меня но все друзья спокойно ночи ложимся спать юр ну шо как дела это позор позор встретили тут своих подписчиков они говорят вы наверное магазин ездить и грит рыбу покупаете и это где рыба кстати мы тут же ездили город видели двоих наших подписчиков нас узнают больше чем чем в бресте подарили им кружки и нас пригласили вальшаны за опять за этим за овощами купил бензина ну что плывем с тобой и купил джик джик у меня баскать как у тебя вот такая удочка потому что я крокодилами ловлю они тяжелые сейчас мы с тобой поплывем вот такой джик 32 нормально упаковочка сейчас сделаем ну как бы мне особо она никогда не нужна была но сейчас на бесклеве поедем немножко немножко половину да а я потом буду уклейку ловить на нее до такой взял шопе с лодки можно было и из берега давай давай никого менее только домашний здесь так захотелось возьмите пожалуйста юр получается на закидухе не клюет клеток у клейка и мелкая рыба объедает нам все же на крючках есть на кого кто же не клюет но сейчас поедем попробуем еще джиговать можно я машине но рыбаки же водят дети пытаются а я здесь что буду делать жиговать жиговать 25 удочек делаешь ты валюша вот сейчас начинает менять наживку на и как раз мы приедем когда ты все 25 как можно пельмени есть хлебом очень вкусно попробуй ты еще возьми на хлеб еще колбасу возьми перемене со сметаной есть как димка есть вообще юр где лучше на работе или на рыбалке на которой вообще не клюет как есть поговорка плохой день на рыбалке лучше чем хороший на работе нормально я вообще не суеверный мысли все равно в голову влезет может не клюет потому что мы с рыбой приехали нормально может ее съесть надо по-быстрому давай попробуем пока без ничего назад не плывите я поехала домой давай а 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Юра, есть рыба какая-то. Я не знаю, что за рыба, схватила только что. Я тебя серьезно. О, кто это? Жерех. Я первый раз в жизни жереха поймал. Аккуратно. Смотрите. Выпускатель маленький или это уже можно брать? Не, можно брать. Пощи килограмм. Я первый раз в жизни жереха поймал. С него на сегодняшнюю купленную удочку. Обновил. Класс, класс, я доволен. Я ни разу в жизни жереха не ловил. Красивый такой. Класс, трофеечек мой маленький. Приятно так, да. Она такая легкая, ее так поклевку будет слышно. Вот в чем разница спиннингов. Есть, которые такие, ну как бы палка просто, а которые, от которых ловишь, ловишь кайф. Ну, кайф ловишь, кайф, 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 кайф. Давай его куда-нибудь на кукан. Валя будет довольна уже. Уже Валя нас пустит назад. В общем, шли вторые сутки. Не то, что трофеев, даже более-менее ничего нет. Кстати, мы уже не одни, у нас уже подписчики есть. Подписчики приехали. Доброе утро, друзья. Вальшу, у тебя клюет? Да, у меня клюет. О, Юра, давай взвесим рыбу. Женя сегодня поймал, наш подписчик Женя, поймал сегодня щуку. Красивая, слушай, и сколько она? Покажи. Кило. Подожди, блин. Да, кило 850. Ты почти львушка. Я такую в прошлом году, в прошлом рыбалке поймал на пиявку. Примерно такую уже, тоже где-то двушка начинала. Не на пиявку, ты поймал, видимо. Ну, пиявка. Живчика, а живчик хапнул щуку. Валя, Валя, Валя. Ну, клеек мы точно наловим. Наподобие якутского. Это самодельный? Да. Дерево бубинга, очень крепкое дерево. А сталь специальное, ну, не сгоняли. Но приятный, конечно, и красивый. Я хочу еще такой, чуть-чуть согнать, чтобы он был не круглый. Слышишь, вот эти ерши пойдут в уху, да? Ухай называется типа тройная. Вообще, это пойдет, котлеты будут. А, дашь попробовать? Обязательно. Ну, тут я ради вас их и только и буду делать. Все, спасибо. О, вишка печенка больше. Знаешь, мы печень, этого пожарили, печень сама, и было вкусно. Местным сказали, они говорят, вы сумасшедшие. Вот я не знаю, как сон, но я знаю, налим. Налима печень классная. Тресковая. Так, слышишь, желудок полный или, мне кажется? Нет, пустой. Пустой, да? Маленькая совсем. Ну. Еще маленькая. Где такое видано? На уклейку перешли, худоряне. Уклейку ловим. Причем она еще и клюет одна за одной. Маленькие, но стабильные, да? Угу. А интересно их ловить? Да. Удочка легкая. Да, чувствуется поклевка. Все, Валентина на берегу остается уклейк ловить. Мы поедем, покидаем спиннинги. О, что-то стабильно, одну за одной. А мы поплывем искать щуку, судака, жереха, сама, да? На хищника. Ну, шо, Юр, едем? Опять рыба? Не знаю, устанавливайся. Ну, это же хороший. Ну, килограмма. Да. Друзья, еще судачок. Похоже на такое, родственное, оранжевое. Зина, хороший. Ты мой мальчик. Короче, мы поехали на сазана, наловили хищника, судак, щука. Юра, что значит, мы наловили? Тебе что-то не везет, Юра. Юра только ни одной не поймал, если честно. Ну, я не знаю, почему. О, клюет. Может, там что-то сидит, да? Да, сидит, потому что она уже дзынькала. А мы делаем уходим-ка, уплыв наш. Что мы сюда добавили? Вода, рыба, картошка. Вначале мелочевка, да? Да, мелочевка. Потом от щуки эти ребра, хребет, поварились, выкинули. Потому что там есть нечего. А потом, может, такие более... Цивильные куски, да? Да, чтобы что-то можно было есть. Вот, плавнички. Чтобы что-то можно было съесть. Вкуснятина будет, да? Да, лук выкинется цельный. Да, я лук не люблю в супе. Нет, мы его... Просто, чтобы навар был. Угу. Каких-то сейчас не буду. Потом добавим помидорку. Угу. Целиком? Нет, ну, шкурку надо снять. Угу. Как к перцу относишься? Я люблю. Значит, будет перченая. Тебе с простывшей хорошо будет. И зелий. Угу. Можно 100 грамм еще налить. Ух, как далеко. Зеленушка в уху. Это тоже все в уху, да? Да. Закидывается в конце? Когда зелень? Ну, минут 10. Угу. Котушку уже почти готовлю. Я думаю, можно уже прямо сейчас. Вот, делаем котлетки со щуки. Мы с той щуки делаем, чтобы омолжение. Да, Евгений? Добавляем лучок. Мы по-калышнему, да? Да. Как бабушка сказала. Это как просто. По старинке? Да. Но я еще котлет никогда не делала в таких условиях. Нашки не будут, они будут самые вкусные. Ну, да. Особенно в свежем воздухе. Угу. Главное, рыба любит, когда лука много. Особенно щука, она сухая, а лук даст сочность. Чесночок еще надо добавить, да? Чесночок добавляем. Добавляем зелень в уху и выключаем. Наша уха готова. Ждем Диму. С уловом, конечно же. А у нас погодка замечательная сегодня. Солнышко, тепло. Все. Все. Зачем. Что-то есть. Не крупное, мелкое что-то. До килограмма. И есть рыба. Что-то не бьется даже. Уже палка. Уже палка. О. Сюда. У нас сейчас вообще без рыбья. Мы тебя даже такого вот 800-грамового все равно возьмем. Нам рыба нужна. Ай, ты красавчик. Ай, ты красивый. Ну, нам рыба нужна. Ну, мы поймали бы сезана, вот тебя точно впустили бы. В ямке так. Ох, как мне нравится удочка ловить. Такой, знаешь, так. Слышно, тычки, да? Он удар такой был. Тын. И я уже прав, чтобы я лал. Пошли, пошли, пошли. Пожалуйста. 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 Батончик замочили в молочко. Батончик замочили в молочко. Евроспиннинг пополам поломал. Ну, что тут делаешь? Ну, что тут делаешь? Достройство, блин. Зацепка какой-то сильный. Обидно. Видишь, зацепил. Видишь, так нельзя тянуть его. А вон денег стоит капец. Добавили еще зелень. Опять. Опять то же самое. Из шеи было маленький судачок, скорее всего. Ой. Что это? Судачок еще меньше. Какой? Слышишь, я перед тем извинялся. Ну, вот тебя точно отпущу, малыш. Давай, ну ты большая Настя. Слышь, Юр, поехали удочку тебе покупать. Да не надо. А как его доловить-то нет? Я тебя покатаю. Ага. Поехали. Поехали, давай. Сейчас ухи поедем, поедем удочку покупать. Заводи. 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 Продолжение следует... Как они на запах едут, да? Они, видно, что что-то споймали. Может, они что-то споймали, что они такие довольные едут. Угадала я или нет? Что споймали? Что споймали? Что споймали? Поймали два судака, одного отпустили, одно одного взяли. Но пока я поймал два судака, Юра поломал удочку. Какую? Свою самую крутую. А как? Мы сейчас быстренько съездим в город, надо попробовать кончик купить. Если не будет кончика, то другого этого. Это такое классное место, я с пяти запросов два судака поймал. Короче, едем срочно в город. Слышишь, а это самое... А у вас что? А мы сделали уже покушать. И уха, и котлеты готовы. А рыба? Убывали рыбы? Нет, только я уклейку ловила. Покажи. Ну, ясно. Хорошо. Ну, вот судачок. Такой до килограмма. Второй еще был маленький, то выпустили его. Такое место судачье, блин. Вообще, очень трудно найти место, потому что рыба стоит в корягах, а в корягах постоянно обрывают обрывы. О, у вас тут, конечно, кайф. О, вы сразу уже тут валите, как будто тут какой-то ресторан на две... Сразу на две сковородки. А почему уха такая красная? Мы такой... Там помидоры и томаты. О, я такую никогда не ел. Да налейте, пожалуйста. Валентина, ну что, как отличается от нашей готовки? Ну да. Юр, как тебе? Домашнее. Я скажу, да, мы трофеев не ловим. Но если самообеспечить себя на рыбалке, мы легко сможем. Легко. И ухи, котлеты, и пожарить. А судаки, котлеты, это что? Мы с вами пожарили уже, пока вас не было. Судак вообще самая вкусная рыба. Я вид, что очень вкусно. Слышишь, а где кончик? Там лежит. Он принесет, а покажи мне его. Его починить можно. Может, когда-нибудь и можно. Но сегодня точно нет. Всего така можно будет купить суперклей и нити тут. Копрону, я могу починить его. Он трубочку, чтобы внутрь. На самом деле, даже вот здесь вот отточить, и уже можно всунуть. Если чуть-чуть здесь почистить, она за байдет. Нет, она не выйдет. Вайдет, нет. Зашлиповать вайдет. Поэтому, господин, новая пункта. Плохо обстояло, поэтому, наверное, сломался. Он обычно ломается вот тут же нибудь. Ну а что? Нет такого рыбного запаха, типа это какая-то рыба. Ну, так это щука. Был бы судак, был бы, да. Вот судака пожарим. Что-то. Что-то, что-то мы поймем большого, понятно. Поехали в левую магазин. Ну, давайте за рыбалку. Купили удочку Юре. Юра доволен уже. Купил все самую крутую он. Видимо, опять на джут. На берегу делать нечего. Попробуй дима сварочек. Угу, спасибо. Так, взяли новый спиннинг. Юрин. Плывом, ждем опять джиговать. Юрин, что ты ешь? А я тебе говорил, бери, посачек. А я тебе говорил, что-то такое хорошее. Наверное, щучка. А я тебе говорил, посачек, бери. Что-то там, что-то там. Что-то там, щучка, щучка. Весна была щучья, она экспортирована. Как килограмм? Килограммовик мой. Иди сюда, красавица, иди сюда. Уп! Уп! Сазаны не клюют, но слышишь, что я уже за эту рыбалку поймал. Щуку, сазана, ой, щуку, судака и жереха. Конечно, они как... Небольшие. Килограмм, килограмм, где-то. Но все равно приятно, правда? На кукан ее. Все, Дима будет спиннингистом. А я хотел быть замятником. Юр, что там у тебя опять? Трофей, трофей. Окунь? Да, окунь. Сегодня еще не было, да? Ты знаешь, я здесь ни разу окуня не ловил за 6 лет. Это первый вообще. Смотри, на какую блесну. Я думаю, плывем на белокоте. Я думаю, поставлю, надо ее оторвать. Что она у меня валяется? Только место занимает, видишь? Кошел. Вот на такую почти советскую блесенку схватил. Давай на кукан ее. Местные приехали на СМАК. На Комике. Короче, смотри. Мы поехали на рыбалку в понедельник. Сегодня четверг. Понедельник, вторник, вторник, четверг. Я ни одного трофея не поймал. Бывает. Я не считаю этих сыночки вообще за рыбку. Я хочу вот такого созванного весома. А ты расстроился за рыбалку? Да нет. Мне только с погодой повезло. Вот что, плюс больше. Она начинает только сейчас. Зато ты столько подписчиков здесь не видел никогда. Подписчики, подписчики. Мне не нравится слово подписчики. Какое слово? Зритель тоже. Да, зритель. Вот, лучше зритель. Столько зрителей никогда не видится. Везде. Так самое главное, что все такие, как мы, да? Ничего, неплохо. Такая густенькая. А что, томатную пасту все бы вкинул? Да. Да. И помидоры, и томатная паста. Ну. Хорошая. Ну, навар был бы получше, было бы, если... Был бы сазанчик там. Блин, а я хочу сазана. Я хочу сазана. Ну, с сазана, как вот я филе снял на котлеты, а вот ребра, хвост, башку, такая уха. Судака еще. Мы обычно варим, как вот, мелочевку, потом, там, в конце окунь, судак. Это же поесться. Ухай, все утром переворачиваешь, холодец стоит натуральный. Ну, так или завтра уже уезжать. Но не поедем, потому что без рыбы что ехать. Будем до субботы, да? Пока две бочки не набьешь, не поедем. Такое началось в следующем году, где-то в июле. Обожаю есть новое блюдо, которое вот приготовили немы. Здесь еще необычно, что картошка такими большими кусками. Ну, я и даже хороших делаю прикуриваю. Ну, так вот, вешу, вот, чувствуется, что кто-то другой приготовил. Что не валька, да? Я хочу пополам резать только. Прикольно. Не, ну, на мартуруху есть. Хорошая. Друзья, Валя и Юра упрашивают меня уже ехать домой. А у нас нет ни одного трофея. Вот эти вот садочки, жерехи, подлещики, это вообще не считаем мы за рыбу. И я говорю, давайте еще останемся. А они меня упрашивают домой ехать. Юра-го сидит, ловит его рыбу. И говорит, будешь балдеть, отжарен. Отжарен, ой, какой от сушеной уклейки. Йор. Нам надо трофея, трофея. Ну, как его уговорить? Не знаю. Удочки вот просто стоят. И ни одной поклевки. Каждую минуту Юра ловит уклейку. Даже норка на той стороне и то рыбу ловит. Прыгнула в воду, схватила рыбу и выбежала дальше. Чёрненькая. Каждый день я здесь вижу. Так, быстренько запрыгивает в воду сразу, выпрыгнула с рыбкой. Сейчас он кушает. Ленивые пельмени, да? У нас у зрителей такое чувство, что мы только едим на рыбалке. На самом деле так и есть. Рыба не ловится, мы просто едим. Причём едим не своё, а зрителя Евгения. Вот он навалил каких-то ленивых пельменей. Это макароны с мясом. С жиром. С мясом, с колбасой. Нет, с тушёнкой. С тушёнкой, да. Не сливай всю водочку, пускай будет такая жидочка небольшая. Хорошая. Ну, едим, едим, потому что рыбалка такая. И кто это у нас выпал с такой? Ужик. Ужик. В лесу уже и здесь уже. Такой плыл себе по водичке. Может, назад воду попрёт? Да, поплыл. О, назад уплыл. Он думает, дальше выплыву. Жапа ищет, сейчас жапа будет ловить. Ну что, споймали? О, щучка и судак. И окунь. А, и окунь, ага. Три хищника завалили. Угу. Это примерно два километра без предмечания проплылись. Юра больше не хочет, Юра хочет ухлейку ловить. Я вообще ничего не делал. Что делать, маю? О! Кто попался? Это не обычный ёрш. Этот ёрш я нигде в Беларуси не встречал, только здесь. Видите, это ёрш-насарь. Видите, какой длинный нос у него. Он даже похож на маленького судачка. Угу. Говорят, он очень редкий, и вроде бы даже в Красную Книгу занесём. Но это 100% врежу, потому что кому-то покажется, что это действительно судак. Давай его выпустим. Ёрш-насарь. Давай. Пошёл. Друзья, последний шанс. Кормим шаксазандрит, давай. Мешок кукурузы дадим. Иди сюда. А не хреблёт. Едем домой. Всё. Мешок с подкартошки дали кукурузе. Щучка. Я видел её. Она упрыгнула, уже показала петелечку. Да. О! Что ты творишь-то, моя красавица, а? Что ты что-то делаешь? Хорошо. Юра, как эта петля называется? Свеча. Свеча. Вот это какие-то громовые. Один на цвет ночи, да? Вот этот почему-то поклёвый. Ну, это с вами что здесь? Наверное, мелкий, наверное, какой-нибудь 100-грамовый. Нету ничего. Нету ничего. А может, он здесь близко, возле тебя, поэтому? Я тут запутал, включай, посмотри. Он куда пошёл. О! О, видишь? Тут всё перепутывается. Так, там есть что-то? Да. Есть рыбка какая-то. Такая небольшая, но перепутала все. Ну, это только сом может быть, да? В темноте. Полкилограммовый сомик какой-то. Ну, позапутывал здесь всё. Угу. Козявка. Доброе утро. А нам сегодня уезжать. А так не хочется. Такая тут красота. Ничего себе. Я не знаю, как я плюнула. За что я сцепил? Я её забанил. И что? Нет. Боржу. Я не знаю, как она плюла. Вообще, на что плюнула? Две кормушки я достал. Да? Так а на чём она висит тогда? Тихо. Она может... Ты когда тянул... Ты, может, когда их тянул, она зацепилась? Нет, леска в руки. Ну, может, она за леску и зацепилась? Она за леску зацепилась. Клевала на фидер, как подлещик. Я думаю, достану. Ну, у неё что там ничего нету, да? Только леска. Ну. Я не знаю. Я начал тащить, она свечку тут прыгнула. Прикол? Ну. Димка! Мы щуку споймали! Мы сами не знаем. Ну, я сам не знаю. А кто поймал, Юра или Валя? Кто вытянул? Я. Ой, Юра. Хоть первый двойкишник за всю рыбалку, там всё уклейка, уклейка. Так она тут вот такие свечи прыгала. Клев-поклёвка была. Ну, была поклёвка на фидер. Я думаю, как подлещик. Отащу. Покажи, что там во рту у неё. Я не знаю. Сейчас будем доставать, да? Тихо-тихо. Аккуратно. Вот тут зацепилась, Края. Ага. Я туда руку ссывать не хочу. Может, у меня же палец может соскать. Так иди, вот эти ножнички лежат возле машины. Я вижу рыбку вдалеке. Сейчас пойду ножнички. Значит, была поклёвка на подлещик. Да-да-да. Да-да-да-да. Это тоже где-то вот тут, возле берега. Слышишь, он то ли на окуня взял, то ли на ерша. Ну, доставай. Достаю. Так, Юр, прикинь, это, скорее всего, окунь. Окунь здесь тоже веткость. Угу. Похоже. Да, окунь. Слышишь, у тебя взял окунь, а щука взяла на окуня. Прикол, да? Мы окуня, Валя, тоже за 6 лет ни разу здесь не ловили, правда? Ну, ну. Что-то как-то всё странно. Вот, а в окуня опарыш. Угу. В общем, хищник взял на хищника. Да? Вот опарыш, смотри. Угу. Красава. Двоих пожарим. Да, не будем только опарыша жарить. Ну всё, домой не поедем. Юра, давай не поедем сегодня домой. Поехали на лодке хищника ловить. Ты посмотри, как он прёт. Юр. Юр. Давай останемся. Юра вообще не хочет остаться. Давай. Давай. Я думаю, пчеловод будет очень рад. Всё-таки идут сборы. Не уломал я Юру остаться. Юра хочет домой. Собираемся. Ну что, кушаем муху и расходимся. Сейчас время хищника. Вот хищник же ж клевал. Да, сейчас. А мы всё ждали сазана. Надо было с первого дня валить на хищника, а то мы может быть отловились бы нормально. Сейчас пора хищника и сазана. Ну сазан, видишь, из-за холода не клевал. Сейчас то пора. Просто его надо бабье лето было ждать. Там мужики три мешка гороха высыпали и ловили на горох. Они два поймали. Они их остановили, они за тебя не доплали. Да, они доходят до нас сюда. Ладно, самое главное, что мы отдохнули шикарно. Спасибо за компанию. Было вообще идеально. И вообще приготовил нам и яичницу, и макароны по-флотски, и уху. Спасибо. Котлетки. Котлетки, да. Повар наш был. А рыбак первое место занял, да? Первое место. На заводе у нас там. На заводе. Это я вообще, я не хочу вообще уезжать. Я вообще не хочу, чтобы не Юра с вами же мне хотели домой, я бы еще бичевал бы неделю. Вообще, я походу смог бы быть бомжом. Нет, если бы у тебя было бы пять слуг, то ты смог бы быть бомжом. Ну да, что мне готовили кушать вот так вот. А ты только бичевал. Я бы таким бомжом в Нью-Йорке был бы, там пошел в очереди, постоял за едой и пошел дальше бомжевать. Ага. Дай, да. И мы валим их на нее. Последняя ухо. Короче, мы сварили одну уху, да свою. Потом с Женей сварили. Сейчас мы их две смешали и еще в бомбовие стало. ну в общем настоящий бомжи можно сюда макарон за пять дней ваннышко мусор уже пошли же не попрощаемся едем да куда вам это влезет все погнали мы все пока пишите когда едете пишите уже нет все прощай река сюда мы не вернемся уже ближайший наверное год не вернемся точно кто-то шкует слетел я видишь ты начинаешь ехать аккуратнее дядя юра здрасьте а у вас тепленько так тепленько как женщина совершенно больная свежевыл судака щука даже не морозьте сразу жарки что-нибудь делать черный пакет ужас черный пакет ну держите ну пожалуйста весельности да все понятно мы соскучились по животным погнали сразу кто первый будет бежать мы когда уезжали так хотели пульку с собой взять потом вдруг кого рыбака укусит и она бежала за нами так хотела с нами может когда-нибудь возьмем ее на рыбалку никто и кого нету смотри нас встречают свиньи смотри свиньи а собаки где наши где собаки где нюки а где нюки где все только две свиньи иди к варьере а овцы где а где овцы выходит о сони смотри какие а сони откуда это король то такое прикольное деревянное иди кей а такая тишина да как будто никого нет а булька больше всех свои эмоции показывает да булька дикушка 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 ну что обещалочка обещалочка что случилось что 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 соскучились да соскучились соскучились даже не знаю с чего начать но я так отвлекся о малыши все бегут где они были сажилки что ли были вообще приехали как будто не на свой да да как будто никого не было они повыходили да где то спрятались все а а а а а а а что то есть Мясо есть Ну все, друзья Хорошая была рыбалка Все нормально Мы так перезагрузились Вы не представляете Белка, ты гордая, как кошка вышла Типа не скучала А ты ж соскучилась на самом деле Все, всех обнимаем Всем пока-пока